Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить об iOS 12 и стоит ли ее устанавливать на старое устройство от компании Apple. В руках у меня iPad mini 2-го поколения, который был выпущен аж в 2013 году, то есть этому устройству уже исполнилось 5 лет с момента выхода. В нем установлен процессор Apple A7, такой же процессор установлен, например, в iPhone 5s. Изначально, когда он вышел в 2013 году, он был на 7-й версии, а iOS мы обновились на 8-ю, на 9-ю версию, и мы думали, что типа, ну, хватит. По сравнению с тем, как планшет работал в начале своей работы и по течению двух лет, ну, разница была колоссальная. И в чем, в общем-то, суть. На прошедшей конференции WWDC, на которой Apple представляет свои новые версии операционных систем iOS и macOS, была представлена iOS 12, в которой Apple сделали упор конкретно на скорость работы операционной системы. По заявлениям компании на старых устройствах, на которых установлена iOS 12, клавиатура, например, открывается на 50% быстрее, а приложения под тяжелую нагрузку открываются аж в два раза быстрее. И я подумал, почему бы не снять такое видео. У меня как раз на рынках есть iPad мини-трового поколения. Устройство, напомню, 5 лет. Стоит ли обновляться на iOS 12, потому что по опыту предыдущих лет, с каждой новой версией iOS, устройство начинало лагать все более и более сильно. И я думаю, у многих владельцев старых устройств появилось мысль, а может быть, все-таки стоит обновиться на 12С, потому что новые фишки, функции, это круто. Но когда у тебя устройство просто тормозит при обычном скролле, тут как бы новые функции отходят на второй план, и стабильность работы уходит на первое место. В конце видео вы можете посмотреть небольшой спидтест между девятой версией iOS и 12, и сразу хочу сказать, что хоть разница там незначительная, на самом деле это очень большой успех, добавили множество функций, а система как работала более-менее стабильно, так и продолжает работать. В общем-то я установил iOS 12 на iPad mini 2, резюмируя вопрос, стоит ли обновляться на 12С, если у вас старое устройство, я скажу, что да, определенно стоит. На самом деле обновление прошло не таким гладким, как я уже говорил, у нас была установлена девятая версия iOS, и чтобы обновиться на 12-ю версию, нам предлагалось обновиться на 10-ю версию. Все окей, но я просто не мог установить по воздуху 10-ю версию, поэтому мне пришлось подключить планшет к компьютеру, и уже через iTunes мне предложилось установить сразу 12-ю версию. Если вы сидели на старых версиях iOS и принципиально не обновлялись на новые, новая версия будет для вас таким неким глотком свежего воздуха. Теперь, чтобы вызвать пункт управления, нужно свайпать не снизу вверх, а с правого верхнего угла. А меню многозадачности теперь можно вызвать не только два раза нажав на кнопку домой, но и свайпом снизу вверх и подержав немножко палец на примере того, что у нас есть в 10-ом айфоне. В нижний док теперь можно поместить не 4 приложения, а намного больше, чтобы вы им всегда имели к ним доступ с любого экрана. В общем, если вы боялись обновляться на 12-ю версию iOS и у вас старое устройство, то я могу сказать, что вы можете смело обновляться, не бойтесь, это принесет вам новый пользовательский опыт, вы сможете попробовать новые функции, которые раньше вам были недоступны, и также продолжать наслаждаться устройством, как раньше. Если это видео было для вас полезным или понравилось, можете подписаться на канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok